Перечень нарушений в 2016 году оказался солидным. Бесчисленные проверки показали. Законодательную базу субъекты хозяйственной деятельности периодически нарушают. Детское питание на сегодняшний день – самая проблемная часть работы комитета. Будем надеяться, что наши проверки привели к тому, что продавцами детского питания законодательство будет в полной мере соблюдаться. Ну и, не знаю, к сожалению или не к сожалению, принято постановление правительства об отмене госрегулирования в отношении детского питания. Председатель комитета утверждает, что на полуострове активно ведется контрольно-надзорная деятельность. Основное направление – региональный госконтроль за ценами, тарифами, надбавками и наценками. В связи с внедрением единого информационного аналитического пространства, которое создано еще ранее при ФСТ России, сейчас это ФАС России, мы сейчас контролируем осуществление мероприятий по внедрению и размещению информации в системе ЕАС – единой информационной системы. Пока ко всем нарушениям сотрудники комитета отнеслись лояльно. Но в следующий раз наказание не избежать, отметила Нина Зотович. Штрафы не предусматриваются в тарифе и не признаются экономически обоснованными, когда мы проверяем исполнение тарифа. Но тем не менее, когда неоднократное нарушение, мы вынуждены применять административное наказание. Помимо этого, республика планирует сделать все возможное, чтобы догнать Южный федеральный округ, где цены гораздо выше, чем на полуострове. В 2017 году повышение тарифов почти в два раза затронуло все коммунальные услуги – электроэнергию, природный газ, тепло и воду. Но и это еще не предел, уверяют в Комитете по ценам и тарифам республики. Ближе к лету ожидается еще один скачок планового повышения. У нас был рассчитан переходный период на 2014-2017 год, и в части электроэнергии повышение допускалось два раза в год с 1 января и с 1 июля. И вот на этом слайде представлено, как повышается тариф. Мы повышаем цену два раза в год и на уровень 15%. Но, опять же, усилиями главы республики рост цен очень активно сдерживается, то есть выше, чем два раза по 15 в электроэнергии – это недопустимая ситуация. То есть этого нет. Догнать, но не обогнать, уточняют специалисты. В планах достичь цели к 2018 году. На данный момент тарифы на электроэнергию в Крыму вдвое ниже, чем на материковой части России. Но совсем скоро они достигнут общероссийского уровня. Тариф будет подниматься поквартально и поэтапно, до необходимого уровня. Никита Егоров, Дарья Костенко, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.